Приветики мои хорошие, очень скоро уже Новый год, так что у нас сегодня с вами Влогмас! Стоматология! Ой, как же я вечно боюсь! Покажу вам свой сегодня лучок. В эту клинику я хожу уже пару лет. Показывать я не буду вам что-то за клиника, чтобы у вас не было такого, что реклама нет. Я сюда хожу к конкретному врачу, у меня сюда ходит вся семья и сестра и мама. И я посоветую сестры, как раз таки мы сюда начали ходить именно к этому врачу. Вот так вот выглядит мой лук на сегодня. С детства боюсь стоматологов. Ладно, пошли. Я не помню, говорила вам или нет, но я вообще готовлюсь к установке брекет-системы. Хочу выровнять зубки, ну плюс мне и по здоровью положено. Из-за этого у меня очень большие проблемы с зубами, очень много приходится лечить. Ну ничего страшного. И вот я смотрю на это на все и думаю, господи, сколько всего для этого нужно, чтобы это все будет прочищать. О, кстати, вот такие таблеточки нам посоветовал стоматолог Викин. Это нужно для того, чтобы увидеть, насколько хорошо вы счищаете на лед зубов. Вы съедаете эту таблеточку, она чуть-чуть сладковатая. Вы съедаете эту таблеточку, а лед весь окрашивается в такой ярко-розовый цвет. Мы, кстати, с мужем это тоже попробовали. Благодаря этим таблеткам я поняла, что я плохо счищаю на лед. Точнее, я слабо давлю на щетку, тем самым у меня плохо уходит на лед. Это прям очень сильно помогло Вике чистить лучше зубки. Все, зубки полечены. Иду такси и еду дальше. Зубки полечены. Что у меня еще есть в планах? Это поездка к косметологу, мне предложили по инстаграму сотрудничество, вообще посмотрят на состояние моей кожи и что-нибудь посоветуют, но изначально мы договаривались на гидропилинг, я решила попробовать, честно, редко соглашаюсь на сотрудничество с салонами, с косметологами, ну как-то вот, не знаю, я лучше схожу к проверенному. Также на следующей неделе у меня планируется коррекция бровей, я сделала себе пудровое напыление, не планировала про это рассказывать, не знаю почему, почему-то не планировала, как-то не очень отреагировали мои знакомые, когда говорила в стори, что хочу это сделать, девочки, вот прошел практически месяц, как я сделала, и я ни разу не пожалела, что я сделала. Я не знаю, что будет там спустя год, но мне настолько сильно нравится просыпаться уже с бровями, просто до этого я просыпалась и у меня каждый день просто лысые брови, краска особо не держится у меня на коже, поэтому, к сожалению, увы, подкорректировать мне определенно надо, мне не хватает насыщенности, где-то краска не до конца все-таки улеглась, как мне надо, плюс я их хочу чуть-чуть пошире, ну буквально там на миллиметр. А вы внизу в комментариях напишите, пожалуйста, что для вас самое главное, с чего вы начинаете какую-то свою бьюти-рутину, когда вам нужно прям привести себя в порядок, что вы обычно делаете. Что нас с вами ждет еще из процедуры? Я поеду на маникюр, мне нужно еще сделать педикюр, также мы с вами сделаем мой любимый вечерний уход за волосами, ну и посмотрим, что еще будет по настроению. Девочки, ну что, мы с вами приехали на следующую локацию, как раз в Медолобу. Я вам уже говорила о том, что это мне предложили Паба Артуру в инстаграм, чтобы я написала пост, поснимала сториз, рассказала вообще именно свое мнение. То есть, если мне не понравится, то я так и скажу. Влог меня никто не просил снимать, но я решила уж, коль мы снимаем с вами такой влог, как стать красивой за 24 часа, то я решила сюда это тоже включить. Покажу вам немножко клинику, как это вообще выглядит, и что буду делать, покажу это уже в сториз, может попробую что-то поснимать сейчас и на камеру. Ну, и у меня, если честно, скептический достаточный настрой. Почему? Потому что вы сейчас сможете видеть мою кожу без косметики, единственное, что она мне тушь, то есть тона вообще нету. Из-за того, что у меня кожа в хорошем состоянии, мне кажется, что эффекта процедуры я особо не увижу. Ну, посмотрим. Ну что, я уже вышла. Вот так вот выглядит моя кожа сразу после процедуры. Пока что она в таком раздраженном, так скажем, состоянии. Обещали, что будет прям супер барахатиста, и что касаемо кожи, как я и предполагала, она у меня в очень хорошем состоянии, и просит только не сильно инвазивные процедуры. Порекомендовали вот как раз-таки вот эту процедуру, которую я сейчас делала, это гидропилинг, и также карбоновый пилинг. Там несколько сывороток только наносится, знаете, таким, такой манипулой при помощи такого вакуума. То есть оно создается, то есть мало того, что он механически дает очищение, потом он еще дополнительно вакуумом убирает, и также через этот вакуум проходит сыворотка. Достаточно интересное ощущение, такой холодок только чувствуешь, потому что сама сыворотка холодная. Ну и в целом все. Мы посмотрим, как кожа будет выглядеть. Я очень надеюсь, что вам меня слышно, потому что я иду вдоль проезжей части. Сейчас мы с вами направляемся в салон, уже делать маникюр и педикюр. А благо находятся они недалеко друг от друга, поэтому я решила пройтись. Но что-то, мне кажется, мне надо было вызывать такси, потому что мне холодно. На улице сейчас Милу садим, и прям я мягко скажем, не ожидала, что мне будет так холодно. Надо было поцеплее как-то одеваться. О, нет, в ресторан, я все хочу найти, может, какую-нибудь кофейню и зайти купить там горячий чай. Ну и куда же я могла прийти на маникюр? Конечно же, к мире. И вот она моя любимая девочка. Привет! Сейчас будем делать маникюр, педикюр. Самый лучший мастер, мой самый лучший мастер. А мы с елочкой. Ну, бери свою елочку, пойдем. Ну, и, наверное, придется все-таки в двух словах вам рассказать про эко-маркет. У нас было с ними сотрудничество. На бартерной основе они приложили мне некоторую сумму за то, что я закажу там товар и расскажу, следовательно, о самом эко-маркете. Я вообще люблю такие сервисы доставки еды. Я пользуюсь Яндекс.Лавкой, пользуюсь самокатом. Мне очень нравится то, что там в течение 15-20 минут мне могут привезти продукты. Мне не нужно это все тащить на себе. Очень удобно, знаете, было когда арбузы. Был сезон арбузов. Мне нужно этот огромный арбуз тащить на себе. И, как правило, все заказы были удачны. Были промахи с Яндекс.Лавкой, на что они реально решали вопросы. С эко-маркет. Что случилось? Я не ожидала от них, что мне придет просроченная продукция. В первую очередь это у меня были ягоды с плесенью. У меня был очень странный запашок от баранины. И самое странное, это, знаете, просто на бутылках с блинными смесями у меня было завтрашнее число. То есть, вообще, по сути, это маркировка дня выпуска. То есть, это либо завтра у меня просрочится продукция, либо... Да, я даже не знаю, как это сказать. Либо она просто из будущего. Понимаете? Я менеджеру сразу писала. Там были еще несколько казусов. Просто с ними сотрудничество было крайне неудачным. Но они решили вопрос. Они прислали мне нормальную продукцию. Они принесли свои извинения. Они декилнули дополнительную сумму. То есть, в плане, как клиента, они отнеслись очень даже хорошо. Ну, вы представляете, да, мое первое впечатление. И это мне прислали как блогеру. Могу ли я советовать это место для заказа продуктов? Нет. Во-первых, потому что реально завышенные цены. Продукция из вкусвела мне, например, нравится больше. Там фрукты, овощи. И они также делают доставку. Какого-то такого сверхъестественного чего-то я там в них не увидела. Я постараюсь найти кадры, то, что я там уже снимала для них. Я не призываю вас не верить другим блогерам. Просто у меня так вот сложилось с эко-маркетом. И я должна была вас оповестить. И в любом случае, если вы хотите, я оставлю вам промокод. Потому что, в принципе, они решили этот вопрос. Но все равно мое впечатление было испорчено. Я в любом случае оставлю вам свой промокод. Если вдруг вы заказываете, то там 500 рублей. По-моему, на первый заказ будет вам по моему промокоду. Не знаю, как так получилось. Но посылки пришли одновременно. Так что... И меня это, кстати, радует. Потому что у меня сегодня еще онлайн-конференция. С Ларош Пазе. Поэтому я надеялась, что меня никто отвлекать не будет. Так. В этом у меня линзы. Решила попробовать вот такие. Это вообще месячные линзы. Вы их один раз надели. И снимаете через месяц. Я обычно пользуюсь ежедневно. В Каме тоже от Alcon. Но вот решила в этот раз попробовать. На всякий случай заказала контейнер. И у меня жидкость осталась. Если захочется снять, отдохнуть. Попробую. Если бы кто-то пробовал такие вот месячные линзы, напишите, пожалуйста, как вам. Я с сегодняшнего дня, наверное, их надену сейчас. И буду тестировать. У меня еще тут должны быть глазные капли. О! Заказала себе еще вот такой вот массажер для мытья головы. Вообще, хотела еще обычный себе массажер заказать. Просто кайфовать. Чтобы, знаете, шейку помять. Ну, тут мягенькие такие штучки. Надо попробовать. Это так. Баловство, мне кажется, больше. Заказала себе на пробу вот такие вот капли. Вот так вот они выглядят. Посмотрим, как будут по действию. Первый раз беру. Но там было написано, что с линзами их можно использовать. И еще один заказ. Ну, как раз-таки в том видео, которое снимала пару лет назад, про то, как я отрастила волосы. Оставлю его здесь где-нибудь. Я говорила, что мой любимый шампунь. Марк вообще по уходу за волосами. Это Lebel. Вот сейчас взяла вот эту линейку попробовать. Жожоба не пробовала. Такой ненавязчивый у нее аромат. А вот эту маску я уже использовала. Просто приятная базовая маска. Не могу сказать, что это была самая лучшая маска в моей жизни. Но она неплохо справляется с базовыми задачами. Ну вот, собственно, и все мои заказы. У меня еще сегодня был курьер. С Лароши Пазе. Не знаю, насколько это вам интересно. Но вот так вот вкратце вам покажу. Вот прислали они перед своей конференцией. Блин, я боюсь, что бумага сейчас. У нас горится вот эта встреча. Это международная конференция. Она будет проходить на английском языке. По поводу как раз-таки проблемной и аллергичной кожи. Буду сегодня слушать. Очень интересно. Но вот они по этому случаю прислали как раз-таки свою продукцию. Уже неоднократно показывала вам то, что мы с Викой используем с самого детства. Это вот Липикар и Цикопласт. Потому что у Вики и у меня проблемная кожа. Особенно в зимний период мы покрываемся дикими пятнами. Вот это моя любимая просто сыворотка с гиалуроном. Вот это я еще не пробовала, но это Эфо Клар Дуа. В общем, вот такой вот наборчик. Чем пахнет? Это брусерик. Что это бомбочка? Что это за бомбочка такая прикольная? Витя, сно. Там лаванда, романда. Это маска, да? Угу. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok